всем здравствуйте сегодня будем готовить яблочный пирог попробую я тоже его первый раз буду готовить но постараюсь и чтобы у нас получился вкусненький для этого нам понадобится сейчас я вам покажу все для этого нам нужно 250 грамм муки 3 яйца наших 3 яйца 200 грамм сахара 150 грамм сметаны 80 грамм растительного масла но это я потом буду делать щепотка соли лимонный сок разрыхлитель и ванилька нам нужно вот что нам понадобится для яблочного пирога сейчас мы будем все это делать берем наши яблочки очищаем от кожуры обязательно надо их очистить итак я уже почистил от кожуры и обязательно не забывайте вырезать серединку яблочки теперь берем режем их на такие у меня это яблочко чё-то разлетелось и ничего его потом режем их на кубики итак 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 так вот так мы порезали на кубики выложим их сюда обязательно чтобы яблочки были с кислинкой тогда пирог яблочный намного вкуснее получается вот так берем и наши яблочки сюда выложу хорошо и сверху поливаю лимонной лимончиком вот так я поливаю чтобы они не почернели но они чтобы не потемнели лучих полить сверху они потом не будет темнеть вот так лимонным соком и полили их чтобы они не потемнели это оставляем сторону затем берем три яйца разбиваем добавляем щепотку соли добавляем сахара и это хорошенько взбиваем затем добавляем сметану и и и и и и Добавили сметану и это все перемешиваем, затем добавляем масло и ванильку и это перемешиваем, затем берем нашу муку и добавляем нашу массу, пересеиваем, пересеяли и добавляем разрыхлитель. Перемешаем лопаточкой и затем помалу перемешиваем. Вот посмотрите какая у нас масса получилась, не надо чтобы она у вас была густая, вот именно такая достаточно. Теперь берем, выложим наши яблочки и это мы тщательно перемешиваем. Желательно, желательно чтобы сметана была жирная, потому что когда не будет сметана жирная, надо тогда добавлять больше муки. у меня сметана была жирная, 20 процентов, у меня получилось хорошо, но когда она не жирная сметанка, то получится, что вам придется добавить больше муки. Вот что у нас получилось, видите. Итак, мы взяли форму, застелили пергаментной бумагой и теперь мы смазываем дно растительным маслом. хорошо смажем, чтобы у нас не подгорало и обязательно, конечно, бока. Затем мы всю эту массу отправляем внутрь. Затем я нарезал два яблочка вот такими. И сейчас мы аккуратно будем укладывать по краям, смотрите, улаживать. улаживать. И так дальше по кругу облаживаем. И вот так мы уложили. Красивенько, как видит цветочка. И чуть-чуть сахаром посыпем сверху, чтобы образовалась корочка такая сладенькая. Чуть-чуть. И затем мы это все отправляем в духовку при температуре 180 градусов на целый час. Ну смотря какая духовка надо контролировать, но желательно на час. И теперь мы отправляем это наше изделие в духовку при температуре 180 градусов. Закрываем. Я выставляю на целый час. И ждем нашего результата. Итак, сейчас посмотрим на нашу красоту, что у нас тут получилось. Опа-на! Смотрите, какая красота получилась. Ну-ка, пойдем. Вот так. Вот это мы оставим. Ну, буквально на 5-10 минут, чтобы чуть оно остыло. Потом я открою форму, сверху посыпем сахарной пудрой и будем снимать пробу. Итак, пробуем наше изделие. Открываем форму. Я что-то переживаю, чтобы у меня ничего не распалась. Вот так. Открыли мы. И вот что у нас получилось. Какая красота! Видите? Теперь мы это берем, сахарную пудру, и сверху посыпем. Вот так аккуратно сахарной пудрой это все. Притрусим. Так, запах такой дает, приятный. Не могу вам передать. Красотища! Мне понравилось. И форма красивая, как я с яблочек сделал. Посмотрите. На выглядь сильно красивый и пропекся хорошо. Я надеюсь, и на вкус, конечно, он хороший. Но попробует как раз Светланка с мамой. Я надеюсь, вкусный получился. Андрюша вот испек такой пирог. Сейчас мы его будем все пробовать. Вот так. Первое я дам пробовать бабушке Оле. Вот так. Вот так. Какая нарежка я чуть-чуть попробую, что я гену. Смотрите, какой он в разрезе. Какая красота! Ну, разреза в душе. Да. Сейчас бабушка попробует. Я себе сделаю маленький кусочек. Пахнет очень сильно. Так вкусно пахнет. Пропекся? Гарно пропекся. Ну, ладно. Гарно-солодко. Это вот тоже гарно, так? И яблочко. Ну, сейчас попробуем. Это ж пирог яблочный. Как он правильно называется? Шарлотка. Шарлотка? Ага. Не пирог с яблоком? Молодец. Гарно-гарно. Андрюша, а ты вообще... Тебе надо идти на мастер-шефу. Ну. Молодец. Первый раз. Не каждая женщина такого испечет. Ну, не знаю. Молодец. Умница. Очень хорошо. Вот поповано. Вкусный? Угу. Вкусный сын. Ну, главное, что вам понравилось. Спасибо большое. На здоровье. Так что я могу спокойно ехать в Виталию. У нас есть мешок муки. Да. А здесь кому петь и готовить. Муки много не идет. Ну. Очень вкусно. Как бы сказать, что сильно это ж не хлеб выпекаешь. Муки много не идет. А, вот троп ты будем. Да, ты. Бабушка, я сказала, я буду ехать, чтобы я купила мешок. Муки? Да. То есть ты хочешь, я только одного мучного буду делать. Спасибо. 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 Спасибо.